Зарплаты хватило на срок в колонии Зарплаты хватило на срок в колонии Отец полковника Захарченко получил 4 года, потому что числился вице-президентом банка Газета «Коммерсант номер 77» от 30 апреля 2019 года, СТР 4. К 4 годам заключения и штрафу в 800 тысячах Рубль Приговорил Мещанский суд Москвы Виктора Захарченко Отец скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко Обвинялся в растрате средств Банка Московское ипотечное агентство, МИОБанк На полгода больше получил бывший председатель правления этого кредитного учреждения Владимир Кориевкин Именно он фиктивно оформил Захарченко старшего на должность вице-президента банка Благодаря чему тут незаконно получил 4,9 миллиона рублей Как считало следствие, деньги Виктору Захарченко выплачивались для того, чтобы банку оказывал покровительство его сын полицейский На оглашение приговора Виктор Захарченко и Владимир Кориевкин прибыли в сопровождении конвоиров, но без наручников, поскольку ранее были переведены из СИЗА под домашний арест Предположения о том, какой будет приговор, высказывались разные С одной стороны, прокуратура в премиях просила для подсудимых весьма внушительные сроки 5 и 6 лет колонии соответственно С другой незначительная сумма причиненного ущерба давала обвиняемым надежду на мягкое судебное решение, вплоть до условного наказания Как оказалось, суд согласился с гособвинением, но немного смягчил предложенные им сроки Признать Захарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статья 160 УК РФ, растратить 4,9 миллиона рублей, в составе организованной группы, в особо крупном размере, и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и общего режима, огласило свое решение председательствующее Владимира Кориевкина судья, признав виновным в растрате 1,7 миллиона рублей, приговорила к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима На осужденных также наложены штрафы 800 тысяч рубль и 900 тысяч рубль Соответственно, зато иск МИА банка на 12,3 миллиона рублей В эту сумму включен предполагаемый ущерб деловой репутации Судья рассматривать не стала, порекомендовав потерпевшей стороне обратиться в гражданский суд Как генпрокуратура хотела взыскать стоимость драгоценностей, купленных полковником жене Как следует из приговора, суд счел доказанной версией следствия, делая Вилоксу Следственного комитета России Согласно материалам дела, Владимир Кориевкин, занимая должность председателя правления МИА банка Назначил в апреле 2014 года своим советником и вице-президентом кредитного учреждения Виктора Захарченко Ему был установлен должностной оклад в размере 150 тысяч рубль При этом господин Захарченко, проработавший 30 лет учителем в школе, не имел ни экономического образования, ни опыта работы в финансовой сфере Поэтому следствие расценило это назначение как завуалированную взятку за покровительство, предназначенную полковнику МВД Дмитрию Захарченко Отметим, что после того как в апреле 2015 года Владимир Кориевкин ушел работать в другой банк Виктор Захарченко продолжил числиться в МИА банке и получать там деньги уже при новом председателе правления Сергея Гребе Последний перед судом не предстал, поскольку успел скрыться Из приговора следовало также, что ни Виктор Захарченко, ни Владимир Кориевкин виновными себя не признали Так, Захарченко-старший оправдывался тем, что имел опыт взаимодействия с финансовыми учреждениями, когда работал директором школы А Владимир Кориевкин заявлял, что, оформляя господина Захарченко на работу, он лишь исполнял указания тогдашнего председателя совета директоров МИА банка Глеба Бондаренко Впрочем, тот в своих показаниях отрицал эту версию Как судили отца Дмитрия Захарченко? Кстати, целый ряд выступивших на следствии и на процессе свидетелей называли Владимира Кориевкина исключительной честности человеком Прекрасным семьянином, всегда готовым помочь родным и близким На его содержании, кроме жены и детей, находятся еще и престарелые родители Но эти лесные характеристики, похоже, не произвели особого впечатления на судью Вынесенное судом наказание явно стало тяжелым ударом для Виктора Захарченко, который сразу даже не смог ответить на вопрос, понятен ли ему приговор Зато Владимир Кориевкин поинтересовался, о какой общий срок, что зачли Осужденный имел в виду пересчет наказания с учетом времени, проведенного в СИЗО Вам дадут приговор, тогда и посмотрите Ответила судья, попросив всех выйти из зала Уже на выходе адвокаты пояснили, что Виктору Захарченко, с учетом срока содержания в СИЗО, остается провести в заключении около полутора лет А Владимиру Кориевкину примерно два года Дмитрий Захарченко, полковник МВД слеж БПА 8 сентября 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ Высокопоставленного полицейского заподозрили в получении взяток В декабре 2017 года Никулинский райсуд Москвы конфисковал у полковника Захарченко, его родственников и подруг 13 квартир, 14 машиномест, а также более 8 миллиардов рублей Следствие обвинило полковника в нескольких эпизодах получения взятки В частности, от владельца ресторана «Ла Мари» Медедуса и совладельца ООО группа компании 1520 Валерия Маркилова Дмитрий Захарченко, полковник МВД 8 сентября 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ Высокопоставленного полицейского заподозрили в получении взяток В декабре 2017 года Никулинский райсуд Москвы конфисковал у полковника Захарченко, его родственников и подруг 13 квартир, 14 машиномест, а также более 8 миллиардов рублей Следствие обвинило полковника в нескольких эпизодах получения взятки В частности, от владельца ресторана «Ла Мари» Медедуса и совладельца ООО группа компании 1520 Валерия Маркилова Фото, коммерсант Анатолий Жданов Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко Слеж БПА Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью 320 тысяч долларов Их местонахождение сейчас не установлено Генпрокуратура пытается взыскать денежный эквивалент взамен имущества Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью 320 тысяч долларов Их местонахождение сейчас не установлено Генпрокуратура пытается взыскать денежный эквивалент взамен имущества Фото Instagram.com Валерий Маркелов По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко Общая сумма составила более 2 миллиардов рублей Арестован Фото Александр Меридонов Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах Арестован Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах Арестован Фото, РИА Новости. Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции слеж. Би-Пи-А. По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана. Ла-Мари. Меди Дуса. Проходит свидетелем по делу Алексей Лаушкин. Генерал-майор полиции по версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана. Ла-Мари. Меди Дуса. Проходит свидетелем по делу фото. Виталий Белоусов, ТАСС. Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора слеж БПА, подал иск об обращении в доход государства имущества под руки друзей полковника Захарченко. Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора подал иск об обращении в доход государства имущества под руки друзей полковника Захарченко. Фото, коммерсант Глеб Щелкунов. Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко слеж БПА. По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке Московское ипотечное агентство и получил там зарплату в размере 4 миллиона рублей. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 миллионов рублей и 1,1 миллиона рублей на счетах. Находится под домашним арестом Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко. По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке Московское ипотечное агентство и получил там зарплату в размере 4 миллиона рублей. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 миллионов рублей и 1,1 миллиона рублей на счетах. Находится под домашним арестом ФОТО, коммерсант Глеб Щелкунов. Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко. Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. Генпрокуратура требует конфисковать 201 облигацию на общую сумму 208,8 тысячи долларов, а также 6 миллионов рублей на счете в ВТБ. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко. Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. Генпрокуратура требует конфисковать 201 облигацию на общую сумму 208,8 тысячи долларов, а также 6 миллионов рублей на счете в ВТБ. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. Фото, Андрей Маханин, ТАСС, Медедуз, владелец ресторана. Ла-Мари слэш Би-Би-А. По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 800 тысяч долларов. Проходит свидетелем по делу Медедуз, владелец ресторана. Ла-Мари. По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 800 тысяч долларов. Проходит свидетелем по делу фото. Facebook.com. Медедуз. Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко слэш Би-Би-А. По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана. Ла-Мари. Медедуза. Скрылся от следствия, объявлен в розыск Дмитрий Сенин, полковник ФСБ. Свояк полковника Захарченко по версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана. Ла-Мари. Медедуза. Скрылся от следствия, объявлен в розыск фото. Мзк1.ру. Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко слэш Би-Би-А. В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивает на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких. Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко. В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивает на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких. Фото. Коммерсант. Ирина Бужор. Анатолий Пшигорницкий, бывший глава и совладелец Русинжиниринг слэш Би-Би-А. По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 миллионов рублей. Предположительно покинул страну Анатолий Пшигорницкий, бывший глава и совладелец Русинжиниринг. По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 миллионов рублей. Предположительно покинул страну фото. YouTube.com. Анатолий Пшигорницкий. Дмитрий Захарченко, полковник МВД 8 сентября 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. Высокопоставленного полицейского заподозрили в получении взяток. В декабре 2017 года Никулинский райсуд Москвы конфисковал у полковника Захарченко, его родственников и подруг 13 квартир, 14 машиномест, а также более 8 миллиардов рублей. Следствие обвинило полковника в нескольких эпизодах получения взятки. В частности, от владельца ресторана «Ла Мари» Медедуса и совладельца ООО группы компании 1520 Валерия Маркилова. Фото – коммерсант Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко. Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью 320 тысяч долларов. Их местонахождение сейчас не установлено. Генпрокуратура пытается взыскать денежный эквивалент в замен имущества. Фото – инстаграм.ком, Янина Мэй. Валерий Маркилов, совладелец ООО группы компании 1520. По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркилов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 миллиардов рублей. Арестован. Фото – коммерсант. Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко. По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. Арестован. Фото – РИА Новости. Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции. По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана «Ла Мэри» Медедуса. Проходит свидетелем по делу фото, Виталий Белаусов, Тасс Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора подал иск об обращении в доход государства имущества под руки друзей полковника Захарченко. Фото – коммерсант Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко. По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке Московское ипотечное агентство и получил там зарплату в размере 4 миллиона рублей. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 миллионов рублей и 1,1 миллиона рублей на счетах. Находится под домашним арестом фото, коммерсант Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко, соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. Генпрокуратура требует конфисковать 201 облигацию GPP Eurobond Finance PLC на общую сумму 208,8 тысячи долларов, а также 6 миллионов рублей на счете в ВТБ. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США фото Андрея Маханин, тасс Медидус, владелец ресторана. По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 800 тысяч долларов. Проходит свидетелем по делу фото. Facebook.com Медидус Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко по версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана. La Marie Медидуса Скрылся от следствия, объявлен в розыск фото Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко. В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивает на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких. Фото, коммерсант Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец Русинжиниринг по версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 миллионов рублей. Предположительно покинул страну фото, youtube.com Анатолий Пшегорницкий смотреть минус Алексей Соковнин Субтитры создавал DimaTorzok